Есть жизнь. Я сегодня буду проповедовать о жизни Божьей. Я буду говорить о жизни Божьей или об оживлении Бога. Знаете, жизнь человека многогранна. И когда Бог сотворил человека, Он создал его из праха земного и вдохнул в его лицо дыхание жизни. Стал человек душой живой. Бог создал человека физическим, Он вдохнул в него дух и дал ему душу. И человек стал троичен. И Бог хочет, чтобы человек был благословен, чтобы мы все были благословлены. И Господь жизнь свою поместил именно в дух человека. Мы слышали серию проповедей о духе, о сердце человека. И это очень большая тема, очень интересная тема. Это твоя внутренность, это то, что будет жить вечно. Это то, что будет на небесах вечно с Богом. Потому что этот дух, который у тебя Бог облечет, совершенно новое тело. Оно будет не только красивым, оно будет вечным. Оно не только будет здоровым, оно будет прекрасным. И дух, именно твой дух, который есть сейчас у тебя, он будет всегда. Потому что он рожден от Бога. Этот дух знает Бога, этот дух стремится к Богу. Это внутренность, это сердце. И Библия говорит, возлюбь Бога всем сердцем своим, всем своим духом. Бог хочет, чтобы наш дух, весь наш дух принадлежал Богу. Кто верит в этом, аминь. Кто не сомневается в этом, сделайте так. Аминь, аминь, да. И твое сердце — это источник жизни. Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что в нем источник жизни. Без Бога жизнь невозможна. Настоящая жизнь, духовная жизнь без божественной связи с Богом. Потому что Он есть жизнь. Иисус сказал в Иоанна 14,6. Я есть путь, Я истина, Я жизнь. Вспомните это. Аминь. Он сказал так же в Иоанна 6,6. Я хлеб живой, шедший с небес. И кто будет есть этот хлеб, он не умрет вовек. Это вечная жизнь, вечно дающий, или хлеб дающий вечную жизнь. И об этом в Иоанна 6,6 много рассказано. И он сказал, хлеб сходит с небес, дает жизнь миру. Жизнь миру. Люди, казалось бы, жили во время Иисуса. Они жили физически. И Ирод тоже жил до какого-то времени. И фарисеи жили, и саддукеи жили. И жили израильтяне, и жили язычники, и елины, которые приходили. Но была нечто, еще одна жизнь, дополнительная жизнь. Жизнь, которую принес Иисус. Это жизнь в дух человека, это духовная жизнь. И вот когда эта жизнь родилась, и жизнь явилась, которая есть сам Христос, тогда появилась другая жизнь, новая жизнь. И Христос сказал, кто не родится свыше, тот не увидит Царство Небесное. То есть именно вот этот дух, рожденный свыше, с неба, прямо с неба пришла жизнь, твой дух. Она дала тебе способность увидеть Царство Божие. И Бог начал общаться с нами через наш дух. Также касается нашего разума и, конечно, касается нашего физического тела. И Господь живет внутри нас, Его жизнь внутри нас. Но как сохранить эту жизнь? Какая она жизнь? Конечно, она описывается как жизнь радости, жизнь праведности, жизнь Духа Святого. Потому что Царство Божие — это праведность, это мир и это радость Духе Святом. Это жизнь Господа, это жизнь любви, которая наполняет нас. И у нас такие особые чувства приходят к нам. И мы чувствуем, как мы любим людей, любим детей, любим молодежь, любим пожилых людей. Это любовь от Бога, это любовь Иисуса Христа. Жизнь Божия, она проявляется в плодах, которые написаны в Галатам, 5, 22, 23. Это плоды любовь, радость, мир и долготерпение, и доброта, и милосердие. Настоящая жизнь. Жизнь, которая имеет общение с Богом. Мы знаем, что физическая жизнь, она имеет коммуникацию, она имеет отношение с окружающим миром. Поэтому мы физической жизнью воспринимаем то, что вокруг нас. Мы чувствуем погоду, мы видим её, мы видим, слышим шум дождя, шум волн, шум деревьев, разговоры, беседы, музыка, мелодия. Жизнь, которая проявляется в чувствах, которая проявляется в осязании, обонянии, слухе, вкус и зрении. И мы живём физически, но пришёл Иисус, и Он дал нам другую жизнь. Это жизнь, которую мы чувствуем в самого Бога. Жизнь, в которой мы слышим Господа. Жизнь, в которой Он говорит нам, в которой Он посещает нас. Это жизнь Божия, в которой мы чувствуем праведность, святость и свободу. Жизнь Божия, которая внутри тебя, она даёт тебя ощущать себя совершенно другим человеком. Это жизнь, в которой присутствует Бог. Это жизнь, в которой говорит Бог, я уже сказал. Это жизнь, через которую Он проявляется и прославляется. Это жизнь, когда Бог начинает пребывать в нас и начинает через твою жизнь двигаться по направлению к другим людям, благословляя их. Это жизнь с Богом. Это жизнь пред Богом. Это жизнь в Боге. И Христос сказал, кто пребудет во мне, то есть во мне, внутри его жизни, тот принесёт много плода, а он принесёт и достигнет многих результатов. Мы с вами в жизни получили уже плоды. Вместе с вами мы имеем многое физическое вокруг нас и духовное, что пережили в течение многих лет. Это слава за это Богу. Скажем, слава за это Богу, друзья. Но Господь приготовил ещё большее, потому что пребывание в нём даёт постоянный источник силы, постоянный источник энергии, веры, источник надежды, источник любви. Иисус явился как жизнь. В чём жизнь Иисуса проявлялась? В том, о чём я сказал выше. Он пришёл как любовь. Он пришёл как свет, чтобы просветить находящихся во тьме. То есть показать нам путь жизни, показать нам, как надо жить и как не надо жить, показать нам вечность, показать нам любовь Отца, просветить нас познанием истины, просветить нас, показать нам силу веры, силу божественного слова, силу божественной власти, показать нам силу законов жизни, силу законов сеяния и жатвы, духовного посева, духовных жатвы, и открыть нам многоразличную благодать свою. Иисус пришёл, вот это жизнь. Вот такую жизнь Бог хочет видеть у нас. Жизнь, которая есть Иисус. Жизнь, которая во Христе Иисусе. Итак, эта жизнь пришла к нам, когда мы с вами родились свыше. То есть, когда молились, чтобы Бог нас простил. Когда мы молились, чтобы Он вошёл в нашу жизнь. Когда мы сказали, приди, Иисус Христос, я принимаю тебя в своё сердце. И здесь что стало происходить у нас. Мы стали несколько иначе мыслить, что-то другое стали чувствовать в своей жизни. У нас появились другие планы. Мысли, цели. Нам захотелось ходить в церковь. Нам захотелось читать Библию. Нам захотелось говорить с Богом. Нам мы стали наблюдать, делать такие заметки, замечания в своей жизни, что Господь что-то вот здесь сделал, и здесь сделал. И всё стало по-другому, чем было раньше. И это божественное начало, которое Он дал нам. Но эту жизнь важно хранить. Очень важно оставаться живым. Никогда духовно не умереть. И вот об этом будет моя проповедь. Очень важно быть духовно живым, потому что в книге Откровения, а это значит в новозаветном послании, говорится, Господь называет некоторых духовно мёртвыми. И Он говорит, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мёртв. И Господь говорит, бодрствуй. Бодрствуй, значит, не засыпай, не умирай. И так существует духовная смерть. Да, и она существует реально. И об этом, повторяю, говорится уже в новозаветной церкви. И это говорится в церкви Сардисской. Это Сардис. И некоторым другим Господь также говорит о духовной смерти. И это настораживает нас, это беспокоит нас. И Бог не хочет, чтобы человек умер. То есть духовная жизнь, она такая хрупкая. Она может потерпеть неудачу, если мы позволим этому. То есть духовная жизнь, которая была в Адаме, она остановилась. Адам умер. И Павел говорит в Римлянам, в 7 главе, грех ожил, а я умер. Видите? То есть он не говорит о себе как таковому, он говорит о человеке, к которому относится себя тоже, о внешнем человеке. И поэтому римлянам всем он говорит, грех ожил, а я умер. Оказывается, если грех оживёт, и он говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Скажите Аминь на это. Аминь, друзья. И апостол Павел говорит, если вы живёте по плоти, то умрёте. Оказывается, есть опасность умереть духовно. Есть, к сожалению, не только отдельные люди, и даже есть церкви, потому что Господь говорит церкви, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мёртв. И это печально. Мы не хотим этого, скажи, я не желаю этого, скажите Аминь. Мы хотим всегда быть духовно живы. Правда же, друзья? Это значит всегда слышать Бога. Скажите, всегда чувствовать Бога. Аминь. Всегда видеть Божие действия, Божие благословения в своей жизни. Каждый день, каждое собрание, каждую ночь чувствовать Господа. Он нам нужен. Мы нуждаемся в Нём. Всё, что мы имеем, это Он, это в Нём. Подтвердите, пожалуйста, это. Скажите это, что это так. Аминь. Как жизнь поддерживается? Как жизнь поддерживается? Как вы будете живой христианкой? Как будете оставаться живой христианкой, живым христианином? Каким образом вы можете оставаться, быть сильными или становиться ещё сильнее? Итак, посмотрим Псалом 118. Псалом 118. Здесь говорится в 37 стихе. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоём». Итак, здесь говорится «отврати мои очи, чтобы не видеть суеты». Это значит уклонение от чего-то суетного, такого ненужного, пустого, от мирского, не знаю, мирских каких-то суетных, ненужных, телевизионных программ, всяких глупых ток-шоу, юмора, не знаю, любой суеты. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, оживотвори меня на пути твоём». Первое. Ты, когда становишься на пути Иисуса, когда мы стали на путь Христа, мы стали на путь жизни. Это путь жизни. И Бог оживотворяет на пути. Когда вы идёте путём Господа, путём Иисуса Христа, вы идёте путём жизни. Вы верите в это? Это путь жизни. Путь жизни — это путь Иисуса Христа. Это путь божественной жизни. Поэтому, идя путём, вы оживотворяетесь. Вы оживаете на этом пути, потому что вы идёте за Иисусом. Он говорит «идите за Мною». Я сделаю вас ловцами людей. Когда вы выбрали путь жизни, вы выбрали жизнь. Есть путь к смерти. Есть грехи к смерти. И есть... Ну, неправильно. Есть пути, которые кажутся людям прямыми, да? Но конец их путь к смерти. Но есть путь жизни. Это путь Иисуса Христа. Это пребывание в Нём. Итак, первое. Вы стали на путь. И на этом пути Бог будет тебя оживотворять. Вы ходите в церковь, вы ходите на домашнюю группу, вы ходите в общение верующих. И на этом пути Господь оживотворяет. Тебя и меня. Второе. Стих сороковой. Солом 118, стих 40. «Вот я вожелал повелений твоих, животвори меня правдой твоей». Праведность Божия животворит тебя. То есть, когда нет праведности, нет правды. Нет праведности — это значит, нет чистоты. Тогда человек духовно умирает. Но когда праведность приходит через веру, она оживотворяет. Она дает тебе жизнь. Аминь. Если вы согласны, пожалуйста. Да. Итак, первое. Ты становишься на Божий путь. Это путь живой. Помните, апостол Павел говорит евреям? Путем новым и живым. Ходим во святилище через завесу, то есть плоть Господа Иисуса Христа. Путем новым и живым. Скажем, пожалуйста, путем новым и живым. И, значит, это стих 18, евреям 10. Давайте добавим к первому пункту. Евреям 10, стих 18. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, это праведность, путем новым и живым». Это путь живой. Это путь интересный. Это путь, в котором есть жизнь. Дальше. Второй пункт. Мы сказали «животвори меня правдой твоей». Праведность Божия, которую он дал Аврааму через веру. Праведность, которую он дает тебе и мне через веру. Это то, что оживляет тебя. Когда мы молимся, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И появляется правда. Правда – это праведность. Одно и то же слово. Это синонимы. Одно и то же. Праведность. Праведность оживляет тебя. И ты тебе вдруг так хорошо. Ты как ожил. Твои глаза заблестели. Тебе радость сердца. Праведность. Потом идет мир. Потом радость Святого Духа. И так праведность оживляет человека. Третье. Пятидесятый стих. Это утешение в бедстве моем, что Слово Твое оживляет меня. Аминь. Слово Божие оживляет меня. Евреям 4.12. Слово Божие живо и действенно. Оно острее меча обоя до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него. То есть нет творения сокровенной от Него. Но все обнажено, открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Так Слово живо. Друзья, если мы будем пренебрегать Словом Божиим. Помните, как сестра Шерон Доггерти учила нас? Помните, да? Первое. Есть люди, которые слушают Слово. Вторая категория. Есть те, которые читают Слово. Третье. Изучают Слово. То есть изучают, разбирают его. Четвертое. Запоминают Слово. И пятое. Размышляют о нем. То есть, ну, вникая в себя, вникают в Слово. То есть, размышляют о Слове. То есть, прибывают в размышления о Слове Божьем. И вот это все должно быть о нашей жизни. Конечно же. Здесь написано. Твое Слово оживляет меня. Вы знаете, Слово, которое Бог нам дает, это Слово Жизни. Филиппийцам 2.16. Слово Жизни. Даже некоторые так называли свою церковь. Мы назвали свою общину Церковь Слово Божье. Итак, Слово Жизни. Это говорит о том, что Божье Слово живое. Друзья, если мы начинаем применять Слово, рано или поздно оно вдруг начинает нас менять. Берите Слово, читайте. Там, где вы живете, в вашей квартире, в вашем общежитии, в вашем доме, где бы вы ни были, в дороге, почитайте Слово Божье. Сейчас очень много предлагается информации через гаджеты, через компьютеры, телефоны. Много информации. Но если это не Библия, если это не Писание, если это не проповеди, не откровения Духа Святого, то там нет жизни. Там обычная информация. Если это обычная информация и полезная для нашего здоровья, для нашего образования, это еще хорошо. Но если это просто плотское, суетное, или греховное, или бесовское, то это просто убивает духовную жизнь. Это нам неприемлемо. Скажите во имя Иисуса. Аминь на это. Аминь. Скажите громко. Аминь. Написано, Слово Твое оживляет меня. Друзья, помните вновь и вновь, что Слово Божье оживляет. Если вы чувствуете себя грустным, подавленным, если вы как-то устали, если вы ослабели, то есть, первое, становись на путь Иисуса. Второе, принимай Его праведность. Третье, читай Его Слово Божие. Читай Божественное Слово. И скажи, чтобы Господь говори мне, ибо слушает раб твой. У нас есть теперь записи. Записи на Ютубе, да? В наших проповедей. Есть другие служители, которые представляют свое служение. И когда Бог говорит нам что-то, это касается нас, это оживляет нас. И слава Богу за это. Далее, четвертое. 118 стих 88. Хочу предложить стих 88, в котором говорится, четвертое, «По милости Твоей оживляй меня». Вы знаете, что Бог оживляет нас также милостью Своей. Он, написано, «По милости Господа мы не исчезли». Так написано, да? Милосердие Его не изменилось. Милость Божия. Давайте произнесем слово «милость Божия» надо мной. Знаете, Бог любит тебя. И Он любит тебя так сильно. И Он хочет, чтобы ты питался Его Словом. Он хочет говорить тебе. И Он хочет, чтобы ты жил. Так же, как родители хотят, чтобы дети были сыты. Они хотят принести какие-то гостинцы, чем-то накормить, угостить. Точно так же Бог. У Него есть милость. И Его милость, чтобы оживить тебя. Поэтому Господь зовет тебя, побуждает тебя пойти на собрание, на какую-то конференцию. Может быть, открыть какой-то духовный материал, с кем-то помолиться. И милость Божия. Бог милует тебя. Милость — это значит незаслуженный дар. Это благодать. Это значит, что не то, что мы заработали. Просто Он любит нас. И Он хочет с нами поговорить. Он хочет оживлять тебя. И так есть оживление по милости Божией. Есть еще второй стих об этом. Это 159 стих в этом же Псалме. Здесь написано тоже, что «зри», то есть «смотри, Господи, как я люблю повеления Твои». Посмотри. Можем ли мы так сегодня сказать смело? «Зри, Господи», то есть «посмотри, как я люблю Твои повеления». Как я люблю Твои повеления. Почему Он так говорил? Потому что Он воистину любил повеления Божие. «По милости Твоей, Господи, оживи меня». По милости Твоей. Давайте скажем «по милости Твоей, Господи». «По милости Твоей, Господи, оживи меня». И поэтому церковь может молиться о пробуждении. Что такое пробуждение? Это оживление. Когда верующие оживают, когда они говорят, «Ой, слушайте, как это я так пропустила столько молитвенных собраний? Ой, как это так? Я как-то вот раньше как будто бы не замечал, как будто бы забывал, как будто бы я, ну, не знаю, вот этого не видел». Оживление происходит. Человек оживает. И он хочет служить для Бога. Он что-то хочет делать. Он живой. И поэтому есть христиане живые. И я верю, что ты один из них. И ты можешь об этом судить. Я верю, что вы здесь, потому что вы живы. И тем не менее, если что-то смертоносное или что-то убивает твою духовную жизнь, если что-то тебя угнетает, то Бог хочет это исправить. Бог хочет тебя животворить и изменить это. Итак, следующее. Мне хочется сказать из этого же псалма, 96-й псалом, 93-й стих, простите. «Вовек не забуду повелений твоих, ибо имя ты оживляешь меня». Пятое. Еще раз. Повелениями. Что такое повелениями? Повеления — это когда Бог что-то говорит тебе делать. Когда Господь говорит что-то нам делать. Например, Он дает нам откровение, чтобы, например, строить первый этаж или строить молодежный центр. Или Он дает откровение делать лагерь. Или дает откровение о конференции. Это повеление. Он что-то открывает тебе. Например, Он хочет, чтобы мы строили что-то, какое-то место, место для молодежи. И вот это повеление вдруг оживляет тебя. Вы заметили, что когда у вас появляется видение, некоторые говорят, видение от Бога, видение, что-то делать, вы как будто оживаете. Вы заметили, когда вы делаете драму, готовите на праздник, на Рождество, на День Благодарения, вы как будто оживаете, вам хочется что-то сделать. Заметьте. Повеление Божие. Повеление Божие. Когда Бог повелевает тебе что-то, пойти куда-то, посетить кого-то, что-то делать, это оживляет тебя. Поэтому для служителей, для проповедников, для христиан очень важно знать повеление Божие. Мартин Лютер, он иногда унывал, потому что общество, оно было таким плотским, светским. Он очень переживал и иногда очень унывал. Но у него было повеление от Бога переводить Библию. Он перевел на немецкий язык. Вы знаете, что Библию читали только на латыни, как вот у нас на Старославянском читается, в православной церкви, в католической церкви была на латыни. Люди не понимали простые люди. И Мартин Лютер, он был великий реформатор, и он почувствовал от Бога и сделал такую смелость, представьте. А на него покушения были за это. Но он тайно, он был спрятан, он был спрятан у друзей. И там занимался переводом Библии, чтобы простые люди узнали на понятном языке перевод священных писаний. Это было его повеление. И так, когда он переживал и унывал, тогда его жена, она ободряла его, чтобы он шел, занимался любимым делом, чтобы он занимался переводом Библии, чтобы он продолжал это. И он через это оживлялся, он как-то ободрялся. Друзья, есть какое-то дело у Бога, которое вы любите. И когда вы это делаете, например, вы готовите еду, может быть, вы готовите еду в церкви, на собрание для бедных, и, может быть, вы раздаете одежду или что-то делаете такое, что хочет Бог, это оживляет вас. Вы оживаете через это. Помните, что вы оживляетесь в процессе Божьих повелений. И слава за это Господу. Псалом, вернее, стих 156, еще говорится, «По суду твоему оживи меня». По суду твоему. То есть, что такое по суду? Это по справедливости твоей оживи меня. Суд — это справедливость. Так и означает. Поэтому вы знаете, что это Фемида, судья там пишется, часто рисуются такие весы. Справедливость была, равновесие. И написано, «По суду твоему», то есть, Господи, «по справедливости твоей оживи меня». «Посмотри, как я люблю повеления твои, помилуйся твоей, Господи, оживи меня». Это 59 стих. А 156 — «По суду твоему оживи меня». Мы знаем из Писания, Ефесянам 2 глава, что мы были мертвы во грехах и по преступлениям нашим. То есть, мы были мертвы. Мы должны определенно знать, что грехи и преступления — это то, что приносит смерть, конкретно духовную смерть, о чем я говорил в начале проповеди. По мертвых, по преступлениям и грехам нашим. Преступления убивают духовную жизнь. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы мы знали, как возгревать жизнь внутри нас. И поэтому Словом Божьим Бог нас оживляет. Слово живо и действенно, я говорил евреям. Итак, Ефесянам 4.18. Вы знаете, что когда мы были мертвы во грехах, и написано, «Мертвы по преступлениям, Он оживотворил со Христом». Ефесянам 2.5. Итак, со Христом вместе мы оживотворяемся. «Люди, которые без Бога, они отчуждены от жизни Божьей». Ефесянам 4.18. Здесь написана очень плохая характеристика. И даже не хочется это читать, но так написано, и мы должны это читать. Написано так, 17 стиха, Ефесянам 4.17. «Посему говорю вам и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердец, они, дойдя до бесчувствия», то есть у них уже совесть молчит, «делают всякую нечистоту с ненасытимостью, но вы не так вознали Христа». Вернемся 17 стих. «Посему говорю и заклинаю вас», то есть он как бы вот, как заклятие или как приказ он говорит нам, «чтобы мы не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего», то есть их разум суетен, будучи помрачены в разуме, мрачный разум, мрачный разум, помрачены в разуме, помрачены в разуме. Вы знаете, сразу какие-то картины возникают в голове, когда люди почему-то рисуют всяких бесов, всякие ужасы и создают. Это помрачение разума. Дальше. «Отчуждены от жизни Божьей». Скажи, я не хочу быть отчужден от жизни Божьей, я не хочу быть отчужден. Это старое русское слово «отчужден», но оно применяется сегодня. Вы знаете, сегодня отчуждается имущество там, или отчуждается земля, отчуждается, то есть отделяется. Так вот, от жизни Божьей эти люди были отчуждены по причине своего невежества, незнания и ожесточения сердец. Когда у людей ожесточается сердце, когда оно ожесточается? Оно ожесточается, обольщаясь грехом. Написано, чтобы не ожесточился, кто обольстившись грехом. Дьявол обольщает людей, сердце ожесточается, оно становится каменным, и тогда помрачение происходит разума и отчуждение от жизни Божьей. Будем этого опасаться, будем этого остерегаться во имя Иисуса. И тогда, дойдя до бесчувствия, это уже люди, которые не стыдятся, не боятся, они являются воинствующими в своем грехе, воинствующий гомосексуализм, воинствующий грех и другие пороки, которые стыдно называть, потому что они дошли до бесчувствия. Эти люди баллотируются в мэры городов, они заявляют о своей разврате, дошли до бесчувствия, до помрачения разума. Они таким образом пытаются собрать аудиторию развращенных людей, получить себе большой процент развратных людей. Бог им судья. Но они отчуждены от жизни Божьей. Жизнь Божия — это другая жизнь. Написано, «Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в областительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истине». Вы знаете, новый человек, живой человек. Слава Господу! Вот такое есть серьёзное слово. Колоссянам 3-4. Я скоро закончу проповедь. Здесь написано, «Когда явится Христос, жизнь ваша». Скажем, «Христос — жизнь ваша». Скажем, «Христос — жизнь наша». Тогда мы явимся с Ним во славе. Друзья, я прошу вас, чтобы мы помнили, откуда источник жизни. Он из божественного слова, из божественной милости, из божественного пути, из божественной праведности, из божественного справедливого решения, из божественного слова, из самого Бога, Господа Иисуса Христа. Поэтому общайся с Иисусом, не забывай Господа. Павел писал Тимофею, «Помни Господа Иисуса Христа». по благовествованию моему. Помни, Господа Иисуса Христа, и Иисус твоя жизнь. Говори с Ним. Если чувствуешь, что ты ослабеваешь, начни с Ним разговаривать. Скажи, Господь, Ты воскрес из мертвых, Ты жизнь моя. Я иду к Тебе, Господь. Я хочу восстановить с Тобой отношения. Я прошу, прости меня. Я прошу, Господь, прими меня. И поэтому сказано, если вы воскресли со Христом, мы воскресаем только со Христом. Вне Христа нет жизни воскресения. Поэтому свидетели Говы — это мертвая религия. Это мертвая религия. Она без Иисуса. Они не принимают Его как Сына Бога. И поэтому они мертвые. А мы с вами живые во Христе. Потому что Иисус Христос живет в нашем сердце. Скажите Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова